Приветствую каждого, кто нас смотрит. Зовут меня Диана Феномен. С 7 лет я занимаюсь профессионально спортом. На данный момент я являюсь матерью прекрасного, практически пятилетнего ребенка и, конечно же, профессионально занимаюсь фитнесом, как тренер. И сегодня я вам покажу, как достичь результата в одном из элементов авторской тренировки и тенденции. А делать мы сегодня будем фрок-кик. И я вам покажу несколько подводящих движений для того, чтобы у вас все-таки этот элемент получился. Поехали! Исходная позиция для нашего сегодняшнего упражнения будет планкой. Работаем мы в динамической планке. Первое, что нам нужно освоить, это устойчивую позицию рук, когда у нас плечо находится четко над нашим запястьем. Что мы делаем вначале? Мы делаем шаг на открытое бедро и назад. Шаг, открытое бедро, назад. Шаг, назад. Следите за тем, чтобы ваши руки были точно перпендикулярно полу. Раз. Два. Раз. Два. Это начинающий элемент для того, чтобы нам дойти до следующего. Когда вы почувствуете себя, можно сказать, как рыба в воде, в этой позиции мы добавляем следующий элемент. Следите за тем, чтобы у нас опорная нога стояла. И вторая нога подтягивалась точно к середине икры. Назад, назад. Шаг, подтягиваем ногу назад, назад. Напоминаю, что перед каждой тренировкой вы обязательно должны уделить время для разминки. Здесь работают запястья. Соответственно, мы разминаем запястья перед тренировкой. Есть разные элементы, которыми можно это сделать. Крутящие, закручивающие, смена положений. Итак, следующее подводящее движение, которое вам поможет выйти на конечный результат. Это работа одной руки. Раз. Два. Назад. Назад. Раз. Два. Назад. Назад. Хоп. И вернулись в исходную. Можете увеличить темп. Помним, что все это выполняется не за одну тренировку, а наращивается планомерно и постепенно, увеличивая как нагрузку, так и ритм. Практически мы у финала. Следующее движение. Ставим опорную ногу. Руку кладем на колено. У нас образуется опор из трех точек. Я называю это мостом. Мост между ногой и рукой должен быть большой. Поэтому сильно не опускайте таз. И отсюда главное, что вам может помочь, это небольшой кач. Когда вы на пружинке задаете маховое движение вверх, отрывается нога, проносится через мост и делает кик вперед. Хоп. Также пружинка вниз поднимает нас наверх. Нога уходит назад. Рука становится в исходное положение. И возвращаем опорную ногу на место. То же самое проделаем на другую сторону. Два. Три. Сразу предупреждаю, что медленно это делать не легче, чем быстро. Можете сделать себе два счета. Раз. Два. Раз. Кому будет сложно, опустите свою ягодицу на пол. Ничего страшного в этом не будет. Но поднимаетесь опять-таки с пружинки. Два. И вниз. Раз. Когда вы освоили элемент в медленном исполнении, можете ускориться. Пять. Шесть. Пять. Шесть. Семь. И вот мы практически с вами на финишной прямой. И совсем скоро у каждого из вас получится сделать заглавный элемент сегодняшней тренировки – это фрок кик. фрок кик. Исходное положение – позиция ребенка. мы оттягиваем таз назад. Поднимаем колени. Делаем пружину на наши стопы. И с этого положения мы делаем мощный рывок вперед. И в прыжке делаем кик. Раз. И так же отскакиваем назад. Два. На другую сторону. Раз. Два. Это упражнение предназначено для людей, у которых все впадает. И определяем otro. порядке со здоровьем, и нет проблем с грыжем в позвоночнике. Прекрасно работают мышцы кора, естественные руки и ноги, потому что, чтобы удерживать нам ногу в подобном положении, у нас срабатывает вся мышца, а теперь в дамп. Вот такое упражнение из Fit&Dance мы сегодня с вами разобрали, и я уверена, что при правильном подходе и постоянных тренировках оно получится у каждого, кто здоров. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал. С вами был Диана Феномен, специально для…